Даже на пенсии они не забывают о том, чему посвятили большую часть своей жизни – работе в профсоюзах. Здесь помнят и о них. В весеннюю неделю добра председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Олег Маршалко встретился с ветеранами. Обсудили то, что их больше всего волнует. Говорили о повышении цен на продукты и лекарства, о состоянии экономики, о возможности получения путевки в санаторий. Олег Маршалко подробно ответил на все вопросы. Он предложил Совету ветеранов внести в профсоюзный бюджет такую строку расходов, как единовременную помощь ветеранам профсоюзного движения на приобретение лекарств. Встречи за чашкой чая в дружеской атмосфере проходят постоянно – на 8 марта, в День пожилого человека и в честь Дня Победы 9 мая. Весенняя неделя добра стала еще одним поводом порадовать ветеранов подарками. Председатель Федерации профсоюзов, он очень внимательный к нам. Он очень большое внимание оказывает нам. Он помогает нам в работе. И когда к нему идешь за каким-либо вопросом, он всегда положительно его решает. Спасибо! Спасибо! Воспитанники детского дома не устают говорить спасибо за доброту и за то, что их просто навестили. Федерация профсоюзных организаций Кузбасса взяла шефство над детским домом-интернатом поселка Ленинградский. Сегодня персонал и ребятишки получили в подарок бытовую технику, книги, спортинвентарь и мягкую игрушку-качалку. Игра началась сразу же после вручения теннисного стола, ракеток и шариков. Мы стараемся это приурочить не только к весенней неделе добра, мы и к дню детей встречаемся. Встречаемся и к первому сентября обычно, день знания с детьми. Мы встречаемся и к новому году. То есть у нас в течение года таких встреч будет немало. Знали, что приедут гости. Они готовят уже сразу сами сюрпризы. Такое вдохновение, выдушевление у детей ощущается. Даже их, так скажем, особенности физиологии, они не проявляются в процессе подготовки. Такое ощущение, что смотришь и говоришь, что обычный ребенок, а не особенный. Саша один из немногих детей, который уже умеет играть в теннис. Воспитатели говорят, теперь, когда в детском доме появился такой стол, у мальчика больше шансов стать участником спартакиады среди особенных детей из таких же интернатов. Саша собирается сам обучать ребят этой игре. Кто не умеет играть, мне не нравится. Ну так бывает. Учить тебе придется. На этом добрые дела Федерации профсоюзов не заканчиваются. Уже завтра ее представители проведут весенний субботник возле детской многопрофильной больницы. Анжела Паутова, Константин Черяков. Новости моего города. Редактор субботник А.Семкин Корректор А.Егорова